Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Луки, глава 8, 16 по 18 стих. Никто, зажег свечу, не покрывает её сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет, ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, несокровенного, что не сделалось бы известным, и не обнаружилось бы... Точка. Не обнаружилось бы... Точка. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто не имеет, тому дано будет. А кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает, имеет. Ибо он обращается к ученикам и говорит это с целью наставить их быть тщательными в жизни и непрестанными подвижниками, так как все на них будут обращать взоры, ибо на учителя и праведника все смотрят, все наблюдают за ним, хорош ли он или наоборот, и ничего своего он не укроет. Итак, если вы, ученики, будете внимательны и тщательны, то Бог будет вам... То Бог дарует. То Бог дарует вам большую благодать. А кто не будет иметь тщательности и внимательности, тот своей небрежностью угасит и погубит тот дар от Бога, какой, по-видимому, он имеет. Ого. Ничего непонятного. Понятно. Все понятно. Что имеется в виду? А кто не будет иметь тщательности и внимательности, тот своей небрежностью угасит и погубит тот дар от Бога, который, по-видимому, он имеет. Ты себя относишь к ученикам Христовым? Ты христианин? Христианин. Православный. Православный. Ну, а ты можешь о себе сказать, что ты вот наблюдаешь, как ты слушаешь. А вот ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Как ты это вот понимаешь? Что имеет, что отнимется, что думает иметь. Ну, кто имеет дар Божий. Какой дар? Ну, да, дар, как ученика прилежного. Тому? Тому воздаст Бога. Ага. А кто невнимателен, у того отнимется. Арчи! Прекрати баловаться, видишь, что он сидит. Ну, а было у тебя такое, что ты вот читаешь, говорил, в одно ухо влетает, в другое вылетает, не внимаешь. Слышал? Слышал? Ну, ну... Такого у меня мозга... за мозгу зашла. И давно это с тобой? Ну, давно. Сколько времени? Ну... Я не наблюдал, сколько времени было. Ну, был период, когда ты был невнимательный, потом внимательный, потом опять невнимательный, или ты родился невнимательным? К слову Божию имеется в виду. И вот притчу о сеятеле мы с тобой считали. Ты, я говорю, какой категории ты себя относишь? Нет, ну, сначала прилежным было, но... Ну, а потом... Ну, а потом... Что случилось? Арчи! Ну, соблазны людейские... Заботы... Какие именно? Ну, соблазны в мире всего. Ну, какие именно? Ну, какие именно? Ну, вот, зрителям хочется знать, какие соблазны в мире существуют, которые могут увести человека 70-летнего христианина, который в церкви был столько лет, и кто-то вот его пальчиком поманул, и он ушел из церкви. Что это за такие соблазны, чтобы людям... Арчи, фу! Поросенок такой. Чтобы им... Ну, как бы я по жизни с детства люблю одиночество. Ну, по этой причине... Ну, вот ты стал... Замкнутый, как бы, в себе. Замкнутый в себе. Ну, ты когда сделался христианином, принял крещение, у тебя эта любовь к одиночеству исчезла? Когда ты в общину пришел православную? Ну, я как бы это не наблюдал. Ну... Ну, какое-то... Бодрость была, веселье. Ко всему стремился. Ну, потом... Покаяния в любви к одиночеству у тебя не было, то есть... Ты уже Евангелие отчитал там. Одиночество, это стремление к одиночеству, к замкнутости. Это грех или это нормально? Вот монахи в пещеру ходят, молятся там, от мира укрываются. Ты... Ну, я перебороть не могу никак. Но у меня с детства это... Перебороть что? Одиночество. А Христос что об одиночестве говорит в Священном Писании? Это ему угодно, чтобы люди по одиночке все были? Либо он создал церковь, свою церковь, как переводится? Знаешь? Древо. Древо. Единое древо. Церковь это единое древо. Ну, Христос сравнивает себя с лоза. Я лоза, а вы ветви. Лоза древо. А вы ветви. Вы, члены. Еще он церковь сравнивает с телом. Христос глава, кто-то из нас рука, кто-то палец, кто-то нога, кто-то ухо. Ты бы какой частью тела церкви хотел быть? Ну, только от моего хотения ничего не зависит. От твоего хотения очень много чего зависит. И от твоего нерадения тоже очень много чего зависит. Одно дело хотение, а другое дело. Можешь ли ты это сделать? Ну, Господь говорит, по вашей вере да будет вам. Если у тебя веры нету в это, то ничего и не будет. Женщина 12 лет страдала кровотечением. Прикоснулась только к одежде и исцелилась. Он говорит, вера твоя спасла тебя. А у тебя веры-то нет. А я с детства такой медлительный, с детства тормозной, с детства одиночества. То есть крещение тебя совершенно никак не изменило. Как был ты сухой, одинокий, замкнутый, так вышел, мокрый. Ну, на время какое-то там у тебя было просветление. А потом слово не имело в себе корня и засохло. То есть ты не укреплялся в вере. Все и соблазны мира тебя. Что за соблазны? Ты говоришь одиночество. Ну, в одиночестве и чё. Чё хочу, то и ворочу. Никто не указ. Никто тебя не воспитывает. Никто для тебя не наставляет. Богу это угодно. Ну, вот овечка, вот это стадо. Вот мы овцы еще. Церковь называется. Бывает заблудшая овечка. Она заблудилась, овечка. Что с ней происходит? Которая от стада отстала. Ну, пастух идет искать ее. Пастух идет ее искать. А если пастух наемник и не радеет об овцах, что с овцой происходит? Она погибает. Погибает. А почему? Потому что... Ну, потому что нерадим наемник. Что? Из-за наемника? Угу. То есть, в том, что ты любишь одиночество, ты винишь батюшку нашего отца Якима. Он не радеет... Ну, он не наемник. То есть, он не пошел тебя... Приляженный пастух. То есть, ты овечка заблудилась, батюшка не стал тебя искать, и ты его в этом обвиняешь. Почему? Ну, я тебя спросил... Овечка, если отстала от одиночества, что с ней будет? Она погибает. А кто, говорю, в этом виноват? Ну, овечка, это ты, Вася. Ты любишь одиночество. Ты с церкви выпал-то. Я спрашиваю, кто в этом виноват? Овечка полюбила одиночество. Ну, полюбила... Ну, я как бы с грудного возраста люблю одиночество. Ну, вот она родилась... Вот она родилась такая, с грудного возраста, овечка. Она в церкви в стадии Христовом. Христос пастырь. Там есть еще священники, которые пасут эти овечки, водят по злачным пажетям. Она говорит, а я пойду там вот с козлами пастись на болото. Даже не с козлами, а одна пойду. У тебя там козлов-то даже в Бельмесево нету никаких. Или кто там тебя... Да, все козлы. Я люблю одиночество. Затем они мне козлы. Ну, да ладно. Что с этой овечкой происходит, если она в стадо отобьется? Ну, пастух пойдет искать ее. Ну, кто тебя пошел искать? Пастух. Кто? Иоаким. Когда это было? Батюшка. Когда это было? Какого числа? Он к тебе приехал в Бельмесево и спросил Вася, где же ты? Или позвонил тебе? Это Игнатий. Старший брат. Старший брат его. То есть, он его работу выполнил. Не замерз ли ты там? Не сажали ли тебя волки там? Овцу заблудшую. Не ушел ли ты в секту? Не замерз ли ты там? Но ты, правда, перед этим сам вернулся. Есть такая притча. Возвращение блудного сына к отцу. Почему ты решил вернуться в общем? Ведь ты же любишь одиночество с детства. Зачем тебе община? Чтобы спастись. Чтобы спастись. Тебе нужно сделать выбор. Чтобы спастись, нужно не быть одинокой заблудшей овечкой. То есть, то, что ты любил до принятия Христа, нужно это отвернуть, выбросить и возненавидеть это одиночество. И спасаться в церкви, в общине. И Господь прилагал спасаемых к церкви. Церковь переводится не древо, а собрание. Собрание. У тебя было такое, что после моления ты на собрание не оставался? А бежал скорее домой? Было. А что тебя дома ждало? Чем там лучше, чем в собрании, где Слово Божие, где мы у ног Христа склоняемся, изучаем Библию, читаем Слово Божие, поем псалмы. Чем одиночество прекраснее, чем, как хорошо и приятно жить, братья, вместе, псалом Давида такое? Ну, опять одиночество. Увело. Соблазь мира всего. Ну, а сейчас, почему оно тебя не уводит? Ты со мной живешь уже второй месяц? Ты любишь одиночество, но я тебе говорю, Вась, тебя никто не держит, езжай, ты вчера вещи собрал. Чего не уводит? Ну, так ты сам сказал, собирай вещи и иди домой. Ну, раз ты одиночество любишь, то и у тебя свобода выбора есть, свободу никто не отменял. Ты еще напоминал, почему не уехал еще? Да. Почему ты не уехал? Ну, давай начнем с того, на каких условиях ты приехал ко мне? Послушали. Выполняешь ты это условие? Нет. Собираешься его выполнять? Было ли хотя бы один день, чтобы ты слушался меня? Вот даже сегодня с утра я говорю, ну вот сделай то-то, то-то. Ты стал это делать? Нет, по-своему. А я сначала это сделал, а потом то, что ты попросил. Ну, как бы я не молодой, но стали костей. Ну, я что-то тебе, допустим, просил такое вот, чтобы ты по старости своей не смог выполнить. Вагон угля, например, разгрузить. Да нет, такого не было. Вот. Ну, вот эти вот мешки стоят, дели-то. Ты стаскал, тебе тяжело это было? Так это моя стихия, я грузчиком работаю. Твой грузчик, у тебя здоровье-то, понимаешь, отменное. Я же смотрю, ты брату помогал, там я еще племяннику Надежды Васильевны помогал. Я Володе спрашиваю, как он работает? Наравне со всеми? Да, наравне. Ну, то есть у тебя, ты на свою старость-то еще... Так и это... Это, Вася, не старость. Мы вчера рассуждали с тобой, это лень. Пока могу, в силе пока. Пока в силе, да, надо не лениться. А с детства ты ленивый, без лени в тебе. Ну, ленивый. Ленивый. А ленивый подобен кому? Чему, вернее? Воловь ему помет. Вот. Ну, ты бы хотел бы вот в доме жить, а рядом бы лепешка коровья все время жидкая была на столе. Вместо картошки. В мундирах. О боже, избавили от такой жизни. Вот. Ну, и твоими словами же Бог тебя и будет и судить. И избавит меня от этой Воловьи лепешки. Либо ты из лепешки превратишься в алмаз блестящий, приносящий Богу жертву хвалы, благодарящий Его за милость. Либо Он тебя уберет и обратно ты будешь вонять своим бельмесевым в этом угарном дыме и все. У тебя, Вася, свобода есть, понимаешь? Свобода выбора. Господь говорит, выбери жизнь. Зачем тебе умирать? Зачем тебе это одиночество? Зачем тебе это своей волей? Ты молишься, Отче наш наизусть, знаешь, да будет воля твоя. Разве есть на то воля Господня, чтобы ты там в домике в этом замирал? Замерзал. И в дыму, пипечка там, говоришь, у тебя дымит. Бог говорит, я не желаю смерти грешника, но хочу, чтобы все пришли к покаянию. Я каждый день тебя призываю к покаянию. Покайся. Покайся. Перестань лениться и начни трудиться. В общем, вчера смотрю, кастрюлю у меня засаженную, очистил. Чем ты ее очищал? Солью. Солью? Угу. Ну, догадался. Чистил, молодец. Долго чистил? Долго. Сколько? Да я не почитывал, но долго. Долго. А что не записал? Я тебя вчера просил. Все, что будешь делать, делай, только записывай. Вот во сколько хронометраж. Вот родители детей воспитывают, дневник там, и им расписание дают. Завтрак во столько-то, зарядка во столько-то, только-то. Учиться нужно планировать свой день. Чтобы как можно добрых дел сделать во славу Христа. Ну и как вот ты понимаешь, сейчас вот мы читали слово Божие. Зажегши свечу, никто не ставит ее на подсвечник, вернее, под диван. Что это такое? Еще читай. Никто, зажегши свечу. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать. Ну все, как ты это понимаешь? В духовном плане. Ну, допустим, вот она лампа, вот она у нас, видишь? Она наверху, светит всем. Мы можем читать. А если мы ее под кровать, в будку к урагану поставим и включим, будет от нее польза? Угу. Нет. Нет. К чему это сказано? Как к нам это относится? Ну, светильник разума своего не укрывать ни от кого. Ну, как бы так, чтобы рога твоя была чисто, и светила всем. Угу. Ну и как, что значит всем светить? Просвещать Слово Божие. Что? Просвещать. Кого? Проповедовать Слово Божие. Хорошо. Окружающих. Ну, а ты вот когда в церкви был, ты ходил на благовестие? Ну. Раздавал? В паре ходил. Раздавал Евангелие? Да. В паре. А когда один там дома в Бельмесево жил, раздавал, светил свет. Вот. Значит, какой нужно вывод сделать-то? Угодно Богу твое проживание там, Бельмесево? Когда ты никому не светишь, как ты свечка под диваном там живешь. Или угодно. Вот. Ну, а вот монахи, которые в пещеру уходятся из мира, как ты считаешь, они правильно поступают? Неправильно. Неправильно? Да. А в чем их неправильность? Ну, они никому не светят, как бы свечка под кроватью. Правильно. Да не будет этого с нами. Аминь. Аминь. Все. Слава Тебе, Боже, Слава Тебе. Слава Тебе, Боже, Слава Тебе, Иисусе Христе. Аминь.